Наша гостья сегодня Катя Червова, главная героиня фильма «Волшебник изумрудного города», который сейчас в производстве. Мы же в Дагестане это все снимали. Это же не павильон, там солнце уходит. Высота, если ты упадешь, то это, например, на три этажа. Дровосек берет топор и делает из себя мост, по которому я прохожу. Все это видели, но они не могли сказать «стоп», потому что «стоп» говорит режиссер. Катя, мы тебя в кукутиках нашли. Ты там такой очаровательный мышонок. Смотрите сарафан-шоу вместе со мной. Всем привет! Это новый выпуск сарафан-шоу. Мы снова вместе с вами. Не забудьте сразу же поставить лайк и рассказать друзьям о нашем интересном проекте. Наша гостья сегодня Катя Червова, главная героиня фильма «Волшебник изумрудного города», который сейчас в производстве. Катя, привет! Всем привет! Это сарафан-шоу! Катя, сразу хотим поинтересоваться ожидаемой картиной «Волшебник изумрудного города». Съемки уже закончились. И как долго они проходили? Ну, вообще, съемки закончились в июле. Они длились четыре месяца. А фильм выйдет в 2025 году, 1 января. А когда премьера? Премьера я точно не знаю. Она примерно в декабре. Это ведь только кажется. Похоже, нет. Сложно ли было пройти кастинг на главную роль? Сколько было претендент? Вот сколько претендентов, я не могу точно назвать, но было их очень много. А вот по поводу, сложно ли пройти на главную роль, ну, вообще, любой кастинг – это волнение, какие-то переживания. И ты к этому готовишься, конечно же. Было несколько этапов, чтобы меня взяли. Вначале было самопробы, потом очные. И вот, меня взяли. Наше утреннее шоу продолжается. С вами Вэл. И Вики. Как провести идеальный семейный отпуск без залипания в телефоны. Ой, миленький. С конфискацией имущества. Отдайте телефон, вы же мне его подарили. Он мой, мой. Видеть вас не хочу. Элли. Элли, вернись. Элли. Как ты готовилась к роли Элли? Перечитывала ли книгу? Так получилось, когда мне прислали пробу на кастинг, я дочитывала последний том «Волшебник изумрудного города». Какие у тебя были эмоции, когда ты узнала, что будешь играть главную роль в этом фильме? Ну, конечно, я очень обрадовалась. Я прыгала по комнате отчасти. Как тебе работала с режиссером Игорем Волошным? Все ли странно получалось с ним сыграть? Ну, все получались. Но вот где надо заплакать, конечно, было чуть-чуть сложно, но я научилась. А он по характеру добрый или иногда кричал там немножко? Он очень добрый. Очень комфортно с ним работать. Конечно, когда-то он кричал, да. Но он очень добрый. А когда? Ну, когда там, например, оставалось мало времени. Мы же в Дагестане это все снимали. Это же не павильон. Там солнце уходит. А там, например, целая сцена еще не снята. Надо все быстро делать, чтобы успеть до заката. А ты первый раз в Дагестане была? Или ты до этого была еще? Нет, не была. Ну что, тебе понравилось там? Да, там было круто. Там водопады красивые были. Ну вот, я когда туда поехала, мы снимали в полях там. Оказалось, там есть какие-то змеи. Да? Там гюрза какая-то. Если тебя укусит, то есть шанс, что ты умрешь. Вот это да. Я даже об этом не знала, но меня не укусили. Был интересный случай. У нас были ночная смена. И когда мы снимали, а там плейбэк с режиссером, он стоит чуть-чуть подальше. Там была гюрза, но это змея. Она не была в кадре, но она была рядом с нами. Все это видели, но они не могли сказать стоп, потому что стоп говорит режиссер. Так что, вас укусила змея или нет? Нет, не укусила, слава богу, потому что режиссер сказал стоп, и ее сразу же поймали. А ты напугалась сама или нет? Я же не видела, но когда я увидела, что ее несут в контейнере, я такая, это что? Нет, я просто не понимала, что это. Оказалось, я ее даже не заметила просто. А почему съемка шла в Дагестане? Там, наверное, потому что красивые горы, потому что это же волшебная страна. Она за горами, как в сказке было. И там красиво все, там горы эти, поля красиво очень. Кстати, Кать, а как снимала сцена там, где фургон такой перевернутый лежит? На скале, на клюве. Да, да, да. Это снималось в павильоне, примерно пятиэтажный это дом, даже какой пятиэтажный, десятиэтажный. Там прям строили этот клюв, там же на клюве, у гингемы. И ставили этот фургон, там специально какой-то кран был, который перевернул, поставили. Он держался на тросах, не на одном, а на многих там. И это, конечно, была сцена со страховкой. Он прямо на обрыве стоял. Получается, там была высота, если ты упадешь, то это, например, на три этажа, четыре, может быть, даже. Как тебе работалось с собачкой? Татошкой. Мой любимый герой, между прочим. Ну, да. Там, оказывается, их было двое. Да? Да. Один был Уджер, это такой основной, а второй был Нек, который был чуть-чуть постарше Уджера, и он как бы дублировал. Ну, не дублировал, был его каскадером, потому что вот этот Уджер, он был чуть-чуть молодой, и он каких-то приемов, которые ему учили, он какие-то не знал. А вот Нек почти знал все. И там еще была маленькая собачка, она была такая маленькая, прям щенок. Там было видео, когда мне дарят его родители. Да? Да, маленького. Прикольно, я уже хочу посмотреть. До чего я дожил, у собаки каскадер. А у меня нет. А были какие-то истории про опасные сцены? Ну, прям опасные сцены? Ну, конечно, это все было на тросах, про безопасность. Но была такая сцена, где дровосек берет топор и делает из себя мост, по которому я прохожу. Да. Но на самом деле там стояла синяя лестница под хромакей. Хромакей у нас тоже был синего цвета. А, ну да. Да. И просто вот так лежал. И это был каскадер колокольников Юрия. Это дровосек. Да. И я по нему ходила, но это было все равно страшно по живому человеку ходить. Без каскадера? Я был, да, я была без каскадера. Это не мой каскадер. То есть ты понимаешь, у собаки каскадер есть, а у тебя нет. Есть у меня каскадер. Но он делал другие. А вот именно вот в этот момент я ходила сама, потому что там был крупный плаван. Ну, если такое не выполнял каскадер, то что вообще он делал? Как звали твоего каскадера? Она была такой же маленькой или это вообще был какой-то взрослый человек? Это был мальчик. В каких сценах тебе пригодился каскадер? Ну, в каких сценах? Ну, разных. Где, например, я должна кувырок какой-то сделать. А что за кувырок? Ну, я когда делала каскадер, я видела только одну сцену, где... Обрыв. Там, короче, каскадер должен как-то пройти по дровосеку. Я же просто крупный план у меня был. А каскадер же проходил. Ну, я тоже проходила, но каскадер тоже мне там сильно очень помогал. Когда там была платформа такая, которая вот так качалась. Ты, например, сюда встанешь, она упадет. И так получилось. Каскадер заболел, и я выполняла эти трюки. Не страшно тебе было? Это же кино, не по-настоящему. Но все равно было чуть страшно, когда она вот так лежит и вот так вот перекатывается. Я там скатываюсь с нее. Очень интересные были съемки. Что ты делала в Дагестане, кроме съемок? Я вообще там чуть-чуть жила, в Дагестане. Я там находилась месяц. Да, там все время менялись локации. Я точно забыла, как называются. В начале была какая-то мини-деревня, потом еще какая-то, а потом Махачкала. А что тебе в основном понравилось в Дагестане? Из кухни мне там очень понравилось чуду. Это такие лепешки, в которых сметана и зелень. Там есть картошка. Мне очень понравились картошка и с мясом. У тебя 11 ролей в кино. Да. И какая из них самая запоминающаяся? Кроме Эли. Только что хотела сказать Эли. Ну, наверное, это «Спаска 4», где я играю Лизу. Где мой дедушка Валентин Смирницкий. И меня там похищают. Это очень интересные съемки. Ты занимаешься в детской профессиональной студии «Актер». Расскажи о своих занятиях. Мне очень нравится «В Актере». Это мой четвертый год в ней. Но я там уходила, приходила. И решила, что «В Актер» — это такая студия, которая мне больше всех нравится. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, молодцы! Там вообще 4 часа. Есть 3 часа, есть 4. Вот я занимаюсь по пятницам. Там 4 часа, танцы, актерское мастерство, пение и речь. Мне нравится, как проводят актерское мастерство Владимир Стуканов. Да, там все просто. Мне очень там нравится. Так уж всем советую туда приходить. А вы смотрите обзор на студии «Актер» на нашем канале. Да-да-да-да-да-дам. Вы где этому научились? В студии «Актер». Сделай страшное лицо. Зачем ты это сделал? Тебя бы не взяли. Все, что тебе дают, нужно выдавать на 150%. Тогда ты сможешь чего-то добиться. Вот так вот, понял? Катя, мы тебя в Кукутиках нашли. Ты там такой очаровательный мышонок. Я играю мышонку. Как видите. Похвостуй. Расскажи про съемки. Как ты туда попала? Вначале нашли мою сестру. Ее пригласили туда. И она прошла на енота. А вот потом сестра рассказала обо мне. И меня пригласили. Но я была такая засненчивая. Я так, здравствуйте. Но потом меня взяли, да. А то есть ты прям вместе с сестрой там снималась? Да-да-да. Там вот на один клип уходит целый день. Как это все работает. Ты приезжаешь с утра там в 10 часов. Заходишь в звукозапись. Ты там пишешь звук на какую-то песню, которую сегодня будут снимать. Может даже на 2, на 3. Потом мы сразу же разучиваем танец. И когда мы разучиваем танец, уже время к обеду. Мы обедаем. И вот там такой зеленый фон. И на хромакее мы записываем. То есть мы открываем рот, можем даже подбивать. И танцуем танец. И вот примерно так можно снимать до 12. Пока не снимут. А во сколько лет ты там снималась? Я снималась с 6 до 7. Спой нам песню про кукутиков. Мы куку, 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 кутики. Нас зовут кукутики. Ку-кутики. Скажи на свою камеру, милым голосом мышонка, смотрите сарафан-шоу вместе со мной. Смотрите сарафан-шоу вместе со мной. Ты была только актрисой или ты гастролировала вместе с ребятами? К сожалению, я не гастролировала. Мы все не гастролировали, потому что был ковид в это время. И вот, к сожалению, мы не гастролировали, но мы записывали ролики. Сам-то раз в котятке играли с малой прятки. Все попрятались, и вот мамочка их не найдет. Ты специально для этого занималась вокалом или нет? Ну, вообще-то у меня была какая-то база, но все равно мы дополняли какие-то там уроки, чтобы совершенствовать вокалом. Мне тут птичка нашептала, что ты хорошо танцуешь. Какими видами танцев ты занимаешься? Я занимаюсь хип-хопом. Да? Угу, хаосом. Это что? Я тоже не знаю, что это. Хаос? Давай расскажи нам. Ну, хаос это такой вид танцев, похожий на хип-хоп. Кстати, похоже. Но просто там новые движения, там это новый стиль, короче. Еще я увлекаюсь воком. Вок, вы знаете, что такое? Нет. Это когда руками только. А, да, вот это как робот, да? Да, ну, это тоже вок. Ну, вот волна, например. Какая-то там. Это тоже вок. А где ты танцами занималась? Я занималась в студии про танцы. Да, я тоже там занималась. Это мне очень нравится. Ну, из-за того, что у меня много съемок, я туда больше не хожу, к сожалению. В музыкальной школе Лядуа ты занимаешься в хоровом отделении. Что вы поете? Ну, мы там поем, конечно же, русское народное какое-то там. Но там все равно поста, ну, базы есть, да. Кроме хора, я увлекаюсь фортепиано. Да. Ну, вообще, если ты идешь на хоровое отделение или куда-то на джазовое, это не важно, то все равно тебе идет база фортепиано и сольфеджио. Что такое сольфеджио? У меня все, друзья, занимаются там фортепиано, скрипка, пение. Все говорят, мне надо на сольфеджио, надо написать сольфеджио, мне надо на сольфеджио. На сольфеджио тебя там учат понимать ноты, знаки, альтерации какие-то там, басовые ключи, скрипичный ключ. Как, где, какие ноты пишутся, ну, короче, это база, это нотная грамота. Думала ли ты делать карьеру в вокале? На джазовое переходить? Ну, да. Пока что мне нравится в хоре, но потому что я, бывает, даже на хор пропускаю. Об этом я думала, но у меня просто нет времени. А ты бы хотела в будущем стать вокалисткой, а не актрисой? А мне кажется, одно другому не мешает, потому что актриса должна уметь танцевать, петь, разное делать. Какие российские фильмы и сериалы твои любимые? Сериал я редко смотрю, но, конечно, я посмотрела «Слово пацана», мне интересно было, что за такой сериал. А ты не слишком ли молод для этого сериала? Ну, я смотрела отрывками, там же вот в YouTube шорте все, когда он вышел сразу. Ну, тогда хорошо. Слово пацана, слово пацана, слово пацана, слово пацана. Вот. А так я его чисто не смотрела, я вот по шортсам. А какой твой любимый фильм? Русский. Да. Ну, да. Да-да-да. А из новых это «По щущему велению». Мне очень там понравилось. А «Бременский музыкант» смотрела? Да, я «Летучий корабль» смотрела. Мне еще понравилось, вот недавно вышел фильм, называется «Сто лет тому вперед». Мне понравилось. Что тебе конкретно понравилось? Например, сюжет. Или как Калагрива едет на печке, как на лошади. Это «По щущему велению». Да. Да. Ну, мне понравилась игра актеров и сам сюжет, когда они в этот темный лес на лодке едут. Плывут, точнее. Да, мне понравился сюжет и игра актеров тоже. А если не из русских фильмов, какой в целом твой любимый фильм? Ну, если ты смотрела. Ну, да. В целом. Например, «Вилли Вонка» там. «Вилли Вонка» это с Джонни Деппом, который. С Джонни Деппом, дальше вышел недавно с Тимоти Шуаме. Да, ну, мне оба понравились они. Мне еще нравится «Пираты Карибского моря». Какая часть? Я все смотрела. Там вот, когда сундук вот этот. Черная Метка, Дэйви Джонс. Мне понравился, когда вот этот вот «Освинок» играл вот так вот на фортепиано. Мне понравился еще «Пираты Карибского моря», когда там русалка какая-то была, что ли. А ну, помогите! Молодец, Светоша. Надеюсь, все видели мой прыжок, ибо я отказываюсь это повторять. А как же сам «Капитан Джек Воробей»? Да, 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 да. Гвоздь программы. Да, мне тоже нравится, как игра актеров. Да, мне очень понравился сюжет в «Пиратах Карибского моря». Я могу это очень много раз пересматривать. А кто твой любимый герой? Джонни Депп. Это не герой? А, ну да, «Пират Кариба». «Капитан Воробей». Да, «Капитан Воробей». «Капитан Джек Воробей». «Капитан Джек Воробей». Что должна уметь девочка, чтобы попасть на главную роль в кино? Вообще, на любую роль попасть, это все равно сложно, потому что большая конкуренция. Но меня взяли «Волшебник из «Амбродного города», когда был первый этап, когда я пришла к кастинг-директору. То тогда я выделилась, я спела песню, оперу. Да? Да. Вау. И поэтому меня как-то заметили. А какую песню, как называется? «Из «Призрака оперы». «Из «Призрака оперы». И на «Цайд Майнд Вайн». Вот такое. Вау. Теперь мы знаем главный секрет, благодаря которому Катя попала на главную роль. А что еще? Она должна уметь, ну, во-первых, как я уже сказала, надо выделяться из всех. Вот я спела оперу, кто-то, может быть, хорошо танцует, кто-то хорошо станцует, кто-то там хорошо, я не знаю, ну, что-то умеет свои таланты показать. Но еще она должна уметь танцевать, ну, самое такое популярное – танцевать, петь и не бояться камеры. Потому что какой бы ни был талант у девочки, если она будет, ну, бояться камеры, то она будет все время в нее смотреть. А когда смотрят в камеру, то тогда будут переснимать. А что у тебя еще за последнее время произошло яркое такое? Когда вышел тизер, моей бабушке написали то, что вот мы посмотрели тизер, хотим вот пригласить Екатерину Червову, чтобы она записала самопробу на главную роль. Полный метр. Я, конечно же, сразу записала, и вот прошло буквально пять минут, нам отвечают идеально, и мне звонит продюсер на моей бабушке, и она говорит, продюсер, что меня взяли в кино. Я тоже так хочу. Ну, это очень редко случается. Ну, вообще, актерам известным, им иногда подстраивают фильм прямо под них. Допустим, режиссер знает, что, допустим, в фильме будет играть Вита Корниенко, и прямо под нее делают сценарий. Тетя Марта, например, вот. Ну, да. Но, я думаю, там уже потом искали актеров. А вот иногда бывает, что прям ищут. Нет, ну, вначале берут, например... Делают фильм, а уже потом зовут актера, потому что, знаешь, что, хотя я сня, чтобы режиссер знает, чтобы в главной роли был именно этот актер там. А бывает, знаешь, как, вот, например, поработал на каком-то проекте, вот Виту Корниенко даже возьмем, то, что поработал, сказали, вот, хорошая девочка, давайте, ну, сделаем фильм. В сценарий спишет фильм, сценарий, и все, она сто процентов там будет играть главную роль. Или, знаешь, иногда бывает такое, допустим, пришла девочка на кастинг, и она там очень запомнилась режиссером, но больше подошла другая девочка. И, ну, в следующий раз, когда режиссер снимает уже другой проект, он берет, типа, эту девочку и говорит, вот эта девочка классно сыграла, поэтому я хочу взять им на ее. Ну, бывает, и так, да. А вы знаете, как вообще бывает? Вот то, что ты пишешь, самопробуй, тебе нас в этот же день присылают, говорят, что ты утвердили, так бывает только у двух людей. У Кати Червовой, у Брэда Пита. Сделаем вывод. Всем актерам нужно вести социальные сети. Допустим, телеграм-канал, инстаграм, ютуб, да, япи, там, тикток, лайк, вк, одноклассники, вк, да, все такое. А, кстати, подписывайтесь на мой ТГ-канал Катя Червова, ссылка в описании. Ну что ж, Катя, давай обсуждать новости вместе с нами. Давайте. Новости российского кино. Вышли все серии новых папиных дочек, второй сезон. Я уже все посмотрел. А я уже посмотрел все серии, и там в первой или во второй снялся Влада 4. Вы видели? Да, конечно, видел. Я вот еще не успела посмотреть папины дочки второго ее сезона. А первой? Я первой посмотрела, да. А старые ты смотрела папины дочки? Старые я слышала про них, но прям не смотрела. Ну или там, допустим, ютуб шортсы видела. Ну, ютуб шортсы, да, видела там. Ну да, согласна. А вот я смотрел. Это как GTA San Andreas. Что-то старое, но прикольное. Я их смотрел три месяца подряд. У тебя есть кошка и собака. Как зовут? Кошку зовут Буся, а собаку зовут Буля. Это лабрадор. А как они вообще там живут? Я всю жизнь о лабрадорах мечтала. Как они там живут? Кошка с собакой же это. Дерутся. Нет. Нашей нет. У нас такая собака добрая, что кошка и собака подружились. Лабрадоры не едят кошек. Да. Да вообще собаки не едят кошек. Они их просто пугают. Бывают. Иди на деревьях вот так. Я? Нет. Ты хотела сниматься бы в папиных дочках? Я, кстати, отправляла туда пробу, где вот играет Ева Смирнова. А на кого? На Ева Смирнова. На Еву? Да. Где Ева сейчас играет? Я думала, может, на Полину Энюзин. Она как раз маленькая. Ну, да, но ей, она мой ровесник. Ей тоже 10. А ты знаешь кого-то из актеров в лицо? То есть вот так. Здорово. В лицо прям? Ну или кого-то, может, просто 10 лет. В лицо Виту Корниенко, я знаю. Мы с ней как бы не как друзья, мы просто, я с ней виделась на пробах. Катя, а какая твоя любимая серия папиных дочек в первом сезоне? Мне нравится первая серия, когда приходит от папи письмо, вот, то, что, об разводе, то, что они разводятся. Мне очень понравилось первое, вот. А мне очень понравилась вторая. Для создателей сейчас быстро скажу. Пожалуйста, я хочу посмотреть, что же подарила на Новый год в конце первого сезона Даша, ну, которая ушла, мама девочек, что она подарила в новогоднем подарке. Они так до сих пор не показали. Я очень хочу узнать, что там написано. С Новым годом! Вам пять пакетов от Дарьи Васильевой. Все правильно? Рузель Миникаев и Слоу Пацана сыграет Орликина в Буратино Игоря Волошина. Ну, а самого Буратино будет играть Витакриненко. Ну, вы вообще знаете, кто там играет? Я сейчас прочитаю. Витакриненко. Это Буратино. Дальше Александр Яценко Папа Карло, Марк Эдлинстейн Артемон, Анастасия Талызина будет играть Мальвину, Степан Белозеров Пьеро, Федор Мондарчук Карабас Барабас, Александр Петров Кот Базилия, Виктория Сакова Лиса Алиса. Сценарий будет писать Андрей Завотарев и Слоу Пацана и Лед 3. Представляете, какой звездный состав? Я, кстати, уже хочу заранее взять аккредитацию на премьеру. Мне кажется, что Александр Петров будет озвучивать кота, что там будет графический код в графике, как в игре про котов. И он будет просто его озвучивать. А я слышала, что Буратино, на нем будет такая, как в Аватаре шоу. Вы же знаете шоу Аватар? На Вите Корниенко будет очень много чипов, и потом там есть калибровка, все такое, и потом это будет на экран переходить. То есть они взяли Буратино из шоу Аватара? Нет, это Вита Корниенко. Ну, просто это новая технология для кино. Я думаю, это будет самая масштабная экранизация, ну, потому что состав просто невероятен. А, кстати, я знакома с Рузилем Минникаевым. Мы виделись на пробах. Кто настоящая мама Лунтика? Узнаем в новом сезоне мультсериала, который выйдет летом. Интересно, кто же это? В сети разгорели споры, кто же будет мамой Лунтика. Его все время воспитывала баба Капа. Видела трейлер, вот это вот, то, что там они ракету будут строить на Луну, чтобы полететь. Он же оттуда свалился. Это уже начинается, но это, по-моему, затягивает. Уже была такая серия. То есть, мне кажется, сценаристы все это думают, блин, как бы нам вернуть Лунтика? Детям будет не очень интересно, тем более уже была серия про Лунтика. Нет, но все равно смотреть будут, потому что... И они не долетели, а конец, думаю, будет такой. Все помирятся, все подружатся, и они останутся жить на Земле. Мне тоже так кажется почему-то. Да, и заберут, мне кажется, они долетят, там Луна непригодна для жизни, и они заберут маму и будут жить на Земле. Хэппи-энд. Нет, мне кажется, просто они с мамой, типа, прилетят, либо какая-то драма будет. А знаете что? Ну, это, конечно, будут смотреть люди, потому что это Лунтик, бла-бла-бла. А потом в 2030 году сделают долгожданное продолжение, которое, типа, все знали, и там, конечно же, потом будет их папа. Можно даже не смотреть Лунтик, а просто посмотреть на наш сарафан-шоу. Рубрика «А что в мире?». В продолжение Уэнсдэ, а именно во втором сезоне, сыграет Стив Бушеми. А знаете, кого он будет играть? Я забыла, но, как его зовут? Ну, по-моему, как я слышала, что он сыграет того, кто ее подарил Уэнсдэ телефон, или нет? Нового директора он вроде играет. Нового директора, потому что в последней серии убили директрису, поэтому, ну, должна быть новая. А, ну да, это логично. Ютуб, это детский канал, ее не убили, ее облили яблочным соком. Да. Все хорошо. Кстати, насколько я вспомню, либо я ошибаюсь, но в последней серии, в первом сезоне, там вроде сгорел вот этот, как, лагеречек. Ну, она горела, да. Она горела, значит, будет новая? Я просто жду его с нетерпением. Я тоже хочу посмотреть. Вообще, вначале говорили, что он выйдет в ноябре, а теперь это не в ноябре. Я вообще в том году, в 2023-м, видела видео, какого-то там июня, 12 июня, вроде, смотреть Уэнзи на всех платформах. Да, 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 на платформах, да. Ну, типа Netflix, но в итоге вообще ничего не вышло. Я видела трейлер, там какая-то похожая на Невермор, либо это Невермор сам. Невермор был основан как убежище для наших детей. Там был вместо вот этого вот в первом сезоне Уэнзи, который был, ну, который превращался, Тейлер, вот, Тейлер. Да, да. Там будет какой-то волк, оборотень какой-то, я видела. А, да, да. Ну, мы можем только гадать. Кстати, вы знаете, что, как мы имеем, второй сезон Уэнзи, он будет хорошим, потому что они и так как под шумок, пока на хайпе был Уэнзи, выпустили что-то такое, ну, типа, за месяц сделали, что-то и выпустили. Они над ним уже работали, ну, сколько, два года, да? Да, ну, примерно, да. Кстати, говорят, что вот у нее, у Уэнзи была подружка, как ее звали? Эннет. Эннет. Говорят, что актриса, которая сыграла Эннет, будет играть в фильме Майнкрафт. А когда выйдет фильм Майнкрафт? Правильно, когда выйдет GTA 6, то есть никогда. Говорят, что этот сезон выпустят не раньше, до 2025 года. О, как это долг. Кстати, а как происходит убийство в кино? Обливание яблосным соком. Ютуб, помни это. Нет, неправда. Там берут фейковую кровь, но она не настоящая, просто как бы, похоже на кетчуп, так сказать. Похоже, только она другого цвета. Ей просто обливают, как будто порез какой-то. И так уж это вообще не страшно. Ну, еще делают в одежде такой специальный вырезок. Ну, нет, вот если тебя вот ножом тычут, тебе делают разреза много. Я слышал, я слышал, что когда... И наливают туда кровь. А, нет, кетчуп. Кровь. Окей. Если делают, типа, прям в теле разрез, то сверху заглаживают такой глиной, типа, как дополнительный жир. И, типа, разрезают эту глину, чтобы не разрезали же тело вот такое. А бывает то, что гримеры берут. Я, кстати, хотела на гримеров. То, что берешь, типа, какую-то салфетку и как-то там ее гримеруют. С языка сняла, с языка. То есть, там, типа, когда порезы такие, которые уже засохли, там... А я волдыри умею делать, как бы. Волдыри. Да, да. Я тоже их умею делать, только не по наружку. Новый фильм про Бэмби выйдет в России 31 октября 2024 года. Ребят, ну, Бэмби, это просто моя любовь. Я его смотрел в 4 года. Это же... А, я не поняла, это фильм был? Это про оленя, у которого пожар, который в пожарной службе. Я знаю, я знаю, но будет фильм? Нет, это мальчик. Или это продолжение вроде. А, блин, я так уже хочу посмотреть, вот прям. Взял, выросил и станет алем королем. Я когда увидела эту новость, я такая, срочно, я хочу уже посмотреть. Давай, попрошусь! Скажи птица! Скажи птица! Птица, птица! Птица! Да, вот Бэмби, моя любовь. Новости, не кино. Мистер Бист показал процесс создания своих роликов. Для съемок видео с участием 100 человек ему понадобилось 300 камер. Вы просто представляете, сколько это денег? Ну, это гоупрошки, типа... Ну, нет, если... То есть она вот так... По всему ангару, вот этому огромному с кубами, ходили где-то, я не знаю, где-то... 300 человек. Не-не-не, это не так рвалось. Это в кабинках были маленькие гоупро. В кабинках? А еще по кругу и ходили, снимали камеры, а операторы вот так снимали, что они там делали и все такое. Ну да, там было много гоупро. Смотрите, там знаете как? Да. Там каждому участнику дали свою держалку с гоупро и микрофона, чтобы они говорили... Нет, она просто куба такой, и она сверху висела и снимала, что происходит. Там каждому дали свою штуку. И еще кубу, в кубе повесили такую штуку. И по всему ангару повесили еще гоупро. Вы видели там же ракурс? Позади меня 100 человек, возрастом от одного года до 100 лет. Каждый заперт внутри отдельного стеклянного куба. Тот, кто последним покинет свой куб, выиграет полмиллиона долларов. У Димы Масленникова, у него такой шлем, и там прям вот так прикреплена камера. Ну да, типа вот такой шлем, и вот там ты прям идешь. Да, это такой... Раз, что Дима Масленников вернулся. Вы представляете, какой мистер Бист обладает телевизионной мощью, что 300 камер. Столько себе не может позволить ни одно шоу. Но еще он вкладывает в проект меньше, а получает в три раза больше. Мистер Бист, вот он говорил, у меня меньшая часть остается денег после съемки видео, а потом уже больше идет на видео. Мне кажется, что он выпускает одно развлекательное видео, и с этого развлекательного видео он зарабатывает столько, сколько ему хватает на... Ну, есть, вы просто понимаете, что у него несколько каналов про игры, про придации, про развлекательные, благотворительные, там какие-то... Ну да, я поняла, да. У нас много каналов. И с каждого он получает доходы. Поэтому он может себе позволить 300 камер. У меня тоже есть одна новость. В России будут учить школьников в игре гольф. В Минпросвещение решили, что такой спорт развивает патриотизм. И включили его в школьную программу. Школьники смогут сыграть в него на уроках физкультуры. Начиная с 1 сентября 2024 года. Вот такая нам физкультура нравится. Интересно, а поэтому будут какие-то там нормативы, задания, допустим, типа, как правильно играть в гольф, как правильно, там, клюшку, там, мячики и все такое. Это игра всех аристократов. Я играла в гольф. Я играла, но я не умею. Я не играла, но я не умею. Почему нет, а не бильярд? В бильярде я хоть умею играть. Вообще, кстати, гольф одна из самых... Разривающих? Нет, одна из самых... Ну, одна игра, которая, типа, таких для богатых аристократов. Да. Там теннис, гольф, это такие, типа, для богатеньких. Ну, почему теннис? Нет, я тоже играла в теннис, но, типа, говорят, это какой-то богатый вид спорта. Ну, да, да. Потому что нужно покупать ракетки, клюшки, мячики. Если на то пошло, то тогда самый богатый вид спорта, это бокс, там нужно покупать. Перчатки, форму. Перчатки, ленты, форму, груши, чтобы тренироваться. Ну, и шорты. Да. Вы вообще когда-нибудь играли в гольф? Я один раз попробовала, там, типа, нужно, чтобы упал мячик в эти штучки. В лунки. Да, да. Ну, я один раз играла, посмотрела, но я не умею играть. Я играл, но только в GTA V. Да что ты про свою GTA V? Я, ну, там есть гольф, я единственный, когда я с ним взаимодействовал. А я играл в реальной жизни в гольф. Но знаете что? Есть обычный гольф, там, где просто нужно забивать в лунки. А я, когда была в Америке, вот такой круг, и там такое здание, там где-то 4 этажа. И там есть дырки разные. Допустим, типа, жёлтая, красная, синяя, огромная, маленькая, большая, там, средняя. И туда, с какой-то высоты, там, со второго или третьего этажа нужно вот так попасть. Ой, я слышала. Да, и я там очень люблю играть, там просто очень классно. Я просто так обожаю это место. Хоть раз попадала? А, кстати. Да, я очень много раз попадала и даже выиграла моего друга, который играет в гольф на протяжении 3-х или 4-х лет. Кто смотрел Gravity Falls? Я. Это обожаю. Это легенда, я, конечно, понимаю, но во втором сезоне, кто смотрел? Да. Было в 13-й серии, они были в этом мини-гольф-ворлде. А где эти шарики такие? Мы лили-гольферы. Лили-ли-ли-ли-гольф. Короче, смесь лилипутов и гольфа. И мы управляем мячами. Узрите! Я не понимаю, а как это будут в школе устанавливать? Где это будут вообще? А я знаю, короче, я смотрел какой-то фильм. Я сейчас не вспомню просто, правда. Ну да-да-да. Но там, короче, там есть такие маленькие штучки пластиковой, такие, типа трава маленькая, ну, пластикой. Ну, как Лего. Я поняла. Как Лего. И дырочка, в которую попадает шарик, он вот так выкатывается, и флажок. И их можно просто установить, они разного размера, и ты так пинаешь, и попадаешь в эту дырочку. А я думала, будет обычно коверно, либо же, может, на каком-то газоне как-то сделать специальный какой-то газон. Вот там я видела такое, на поляне бывает даже играют. Я очень рада, потому что я не умею играть в гольф, но я надеюсь, меня научат. Вывод. Ждем 1 сентября. А точнее, урок физкультуры. Это Сарафан Шоу. На этом наш выпуск с Катей завершается. Ну, Кать, а мы ждем фильм «Волшебник из умиренного города», там, где ты в главной роли. Спасибо, Катя, что пришла к нам в гости. Пока. Всем пока. 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 Субтитры создавал DimaTorzok